Что мы видим по Харькову? Действительно, в этот сезон, сейчас идет эпидемия гриппа. И она, скажем, в своем расцвете. Возможно, экватор эпидемии мы уже перешли, но, я думаю, в ближайший месяц мы еще будем иметь достаточно много случаев гриппа. Особенность этой эпидемии состоит в том, что впервые за историю наблюдения за гриппом фиксируется большой процент гриппа B. Все годы, сколько я работаю, и пресловутый 9-10 год свиной грипп, а это грипп А. И если почитать о гриппе B, то как раз он славился своими более тяжелой формой течения. И то, что мы действительно стали видеть большее количество вирусных пневмоний в этот сезон, это как раз говорит о том, что, скорее всего, это особенность вируса, вируса B, сейчас это вирус Виктория, хотя вируса тоже, ну, половина случаев это грипп А, из них половина это грипп H1N1, известный как пандемический штамм, и грипп H3N2. Ну, то есть, в принципе, эти штаммы, они знакомы нам из года в год, и, опять же, минимум 3, а то и 4 разных штаммов вирусов, гриппа в каждую эпидемию присутствуют. Но вот сейчас большой процент почти, вот по некоторым странам, в Америке был период, когда 51% это был грипп B. Это невиданная цифра. И этим можно объяснить вот такое количество вирусных пневмоний. Все говорят о том, что если у вас тяжелая форма с выраженными респираторными симптомами, с очень высокой температурой, то все еще эффективные противовирусные препараты, но не те, которые в основном потребляют наши украинцы, совершенно неэффективные, совершенно непроверенные препараты, речь идет об асильтамивире, асильтамивире, этот препарат свободно продается сейчас в аптеках. И если в первые 48 часов начать принимать этот препарат, то, что мы видим сейчас в практике, вот мы назначаем данный препарат, то в течение суток спадает температура, заболевание протекает легче, и количество вот этих самых осложнений меньше. Если же не применять этот препарат, к счастью, в большинстве случаев в первые 5 суток жизни, как правило, мы не видим никаких таких тяжелых проявлений, а потом либо постепенно есть ухудшение, либо после некоего улучшения, мы видим ухудшение, повторный подъем температуры, и ухудшение общего состояния, и в чем коварство вот этой пневмонии, которая сейчас, что кровь не реагирует. Очень даже часто вот мы насторожены, мы снимок делаем, мы подозреваем пневмонию, мы даже что-то там выслушиваем ослабление. Снимок чистый, кровь прекрасная, то есть нет изменений, характерных для бактериальной пневмонии. А тяжесть и рентгенологические изменения появляются позже, там на седьмой, восьмой, девятый день. Но, к счастью, опять же, все те случаи пневмонии, которые были зарегистрированы в нашей клинике, все они закончились выздоровлением, к счастью. И вторая история, которую мы должны разделить, есть непосредственно вирусная пневмония, которую сам грипп вызывает, а нередко бывают случаи, когда грипп прокладывает дорогу для вторичной бактериальной инфекции. Мы же с вами носители триллионов микроорганизмов, стафилококков, пневмококков. И вот наши собственные микроорганизмы начинают вызывать воспаление у нас. Есть, конечно же, осложнения в виде отитов, есть немало осложнений в виде синуситов, гаймориты, этмоидиты. Ну и, конечно, есть и вторичные, так называемые, домашние бактериальные пневмонии, которые мы видим. Но они неплохо лечатся антибиотиками. Это очень интересный вопрос, потому что, если вы чувствуете себя не очень хорошо, у вас первый день заболевания, и у вас классические симптомы гриппа, ну, например, там, боль в горле, там, ломота во всем теле, головная боль, озноб, температура высокая, то, как правило, в первые, там, трое суток ничего страшного, ну, кроме не очень приятного самочувствия, ничего страшного вам не угрожает. То есть, по большому счету, многие знают правила вот этих трех суток, когда, ну, например, там, на Западе доктора и пациенты знают, что если у вас там температура 3 дня, к врачу нечего идти, если она не прекратится через 3 дня, тогда идите. Тут, конечно, не все так получается просто, ну, потому что, а если у вас болезнь почек? И вам принципиально важно поставить диагноз как можно раньше, потому что назначение антибиотиков в первые 48 часов желательно при этом заболевании. Редко бывает, но бывает. Хотя для того, чтобы поставить инвекцию мочеводеления, ну, почек, не обязательно идти к врачу, просто нужно анализ отвести на исследование. Вы сейчас о пилонефрите говорите? Да, о пилонефрите говорю. Но мы всегда помним об этом, если температура протекает без вот этих симптомов. Понятное дело, если болит горло, насморк, кашель, я не буду думать о пилонефрите. Поэтому, если есть все признаки ОРЗ первые, вторые сутки, и это не маленький ребенок, которому там 2-3 месяца, потому что, ну, понимаете, вот в разных странах по-разному у нас здесь существует такой некий рубеж год, до года все дети должны быть госпитализированы, с абстрактивными бронхитами и так далее. Вот. В европейских странах это рубеж 6 месяцев, у американцев 3 месяца. То есть они, например, детей с какими-то там вирусными, легочными процессами до 3 месяцев все госпитализируют. До 3 месяцев. Поэтому, конечно, чем меньше ребенок, тем опаснее может быть течение того или иного инфекционного заболевания, вируса гриппа в том числе. И, конечно же, эти дети требуют большего внимания и медицинского вмешательства, и осмотра немедленно. Но если ребенок старше, или речь идет о подростках, о взрослых людях, то, конечно, вы можете первые сутки, двое суток находиться дома. Но тут какой вопрос? Вот давайте вернемся к противовирусной терапии. Если все-таки эпидемия гриппа, и у вас 40 температур, кашель сильный, боль за грудиной и симптомы, то, конечно, лучше было бы провести тест на грипп, который, кстати, можно сделать и дома в амбулаторном, ну, в домашних условиях, в аптеке продается, и получить схему противовирусной терапии, настоящей противовирусной терапии. Эту схему назначает врач, конечно же. И, кстати, на сегодняшний день в Украине даже детские формы осильтамивера зарегистрированы, то есть, в принципе, с года этот препарат можно, а в эпидемию свиного гриппа можно было и беременным, и новорожденным принимать, потому что там очень была серьезная ситуация именно с этой группой пациентов. Ну, может быть, вы слышали, но беременные были в очень серьезной группе риска, если у них случались легочные осложнения. Вот, поэтому, конечно, здесь очень все индивидуально, но если вы подозреваете грипп, то, конечно, нужно связаться со своим врачом, сказать, что мне делать, куда мне идти, где мне сделать тест, мне нужно принимать осильтамивера, или не нужно принимать осильтамивера, потому что этот препарат нужно применять, принимать не всем, но желательно там, где есть тяжелое, очень тяжелое начало, желательно там, где есть группа риска, То есть очень маленькие дети можно рассматривать до 2 лет, пожилые люди после 60 лет и люди, которые имеют какие-то другие заболевания тяжелые, диабет, ДЦП, люди, которые на гемодиализе находятся, онкологические пациенты, пациенты, которые получают химиотерапию. То есть люди, у которых иммунная система не очень сильная или же, например, состояние достаточно тяжелое, что если будет грипп, то для них эта инфекция может быть смертельно опасна. В принципе мы с вами, я еще молодой, мы с вами можем не так сильно и переживать, сразу не бежать. Но есть другая ситуация, H1N1 это тоже там 27-30% от всего гриппа, а этот грипп любят молодых взрослых от 20 до 50 лет. Поэтому, конечно же, нужно, чтобы в случае тяжелого, очень тяжелого начала и подозрения или ваших переживаний, конечно, лучше обратиться к врачу сразу. Очень многие вещи могут решаться онлайн, очень многие вещи могут решаться по телефону. Если доктор знает свое дело, знает пациента, то хороший своевременный совет можно дать и по телефону. Понимаете? Если вы четко понимаете, о чем идет речь, если вам звонит пациент, говорит, я не знаю, что мне делать, а ты ему говоришь, посчитай дыхание, а дыхание норма. Или наоборот, дыхание очень учащено, надо бежать, а дыхание норма, поведение, температуру снизили ребенку, он активен, он попил, он что-то поел, он проявляет интерес к игре, у него нет одышки, у него нет затруднения дыхания. Ну, никто же не враг ребенку, да? То есть, если вы понимаете, что происходит, то вы можете сказать, ну, побудь сегодня дома, завтра надо сдать анализ крови или что-то еще, или давай все-таки, сейчас там, ну, я чувствую, что в вашей ситуации, или я вижу, что в вашей ситуации без противовирусного не обойтись. Смотрите, если там пошагово, да, желательно избегать контакта с больными людьми. Это impossible, это невозможно. Если вот выходите, работаете, вот мы сейчас с вами разговариваем, а к вечеру у вас температура не даем, у меня, ладно, у меня температура поднимется. А я сижу тут умничаю и всех заражаю, кто в комнате. Но никто не знает, что это я сейчас опасен, да? Это сложно. Когда вирус выделяется до периода появления первых симптомов, это сложно остановить это заболевание. Поэтому карантинные меры при таких вирусах неэффективны. Карантинные меры только задерживают скорость распространения инфекции. Но, тем не менее, все равно по возможности не ходите в публичные места, не облизывайтесь, не обнимайтесь с незнакомыми людьми. Вот. Мойте руки. Потому что вот вы перед едой помыли руки, потом вы вышли из столовой, и вы взялись за ручки, потом вы взялись за лицо. А на поверхностях вируса, в зависимости от того, какой вирус, могут находиться от нескольких минут до нескольких суток. Ну, например, вот по поводу этого коронавируса была такая информация до пяти суток, может быть. Кто-то говорит, там, двое суток. По H1N1 в благоприятных условиях вирус гриппа на поверхностях мог оставаться до пяти суток. На ладонях вирус гриппа может оставаться в течение пяти минут. Ну, то есть, в зависимости от того, какой вирус, вот эта устойчивость во внешней среде, она меняется. Но контактный путь тоже не исключен. Вы ни с кем не контактировали, вы сейчас пошли в туалет, взялись за все ручки, за все краны, сходили в туалет, вымыли руки хорошо, закрыли краны, взялись за те же ручки и пошли дальше. А на этих ручках был, скажем, вирус. Поэтому, чем больше и чаще будете мыть руки, тем лучше. По поводу кожных антисептиков. Да, они актуальны, но тоже такая информация. Не сильно надеетесь на кожные антисептики, потому что бактерии, да, против бактерий они очень эффективны. А против вирусов не всегда. Не всегда, тем более, если говорить про всякие новые вирусы, никто не исследовал те или иные антисептики против всех вирусов. Маска. Эксперты улыбаются, когда про маску идет речь. Ну, 20 минут она может держать вирус, то есть она не защищает. Есть специальные респираторы, которые подтверждены Всемирной организацией здравоохранения, которые более или менее эффективны для защиты персонала и защиты от распространения вирусов. Это М3 номер 95, которая была проверена на свином гриппе. Вы у нас ее не купите. Ее нет в продаже. Ну, как бы ее, ну, никто не завозит такие маски. Вот. Поэтому, ну, рекомендуют, вот как стоматологи, видели, в очках ходят. Все-таки, если вы работаете в очаге, одевать очки, все-таки маску, все-таки перчатки, защитные костюмы. И ни в коем случае не тереть себе глаза и не нести себе руки в рот для того, чтобы не заразить самих себя. Вот так вот такие средства защиты. Ну, пьем, гуляем, проветриваем, дышим воздухом и сохраняем позитивный настрой. Если обратиться ко мнению ведущих вирусологов, эпидемиологов мировых, то они, конечно, высказывают свое опасение, что такие глобальные распространения возможны. И если мы посмотрим с вами на Китай, вот почему вдруг такие меры предосторожности? И почему вдруг мы переживаем и мы все время эти цифрами апеллируем, да, там, мы видим, что развитие вот цифры увеличивается в геометрической прогрессии каждый день. Количество случаев подтвержденных, количество умерших. Пока еще мы не знаем, то есть исследований нет, таких цифр нет. Вот смотрите, 100 человек заразилось коронавирусом, какая-то часть из них бессимптомные носители и выделяют вирус. Какая-то часть из них имеют легкие проявления болезни, там, средний, тяжелый, нетяжелый, не нуждаются в интенсивной терапии. И самая большая угроза – это процент людей, которые будут переносить вирус тяжело. Учитывая, сколько Китай озвучивает, сколько у них людей лежит сейчас в больнице, лечится, в больнице, не дома наблюдается, в больнице лечится, и сколько людей умерло. И тут есть математический трюк. Вот мы сегодня с вами обсуждаем там 100, я не знаю, сколько сегодня, вчера было 132, сегодня я не смотрел еще, 150. То надо понимать, что это умерли те люди, которые попали в поле зрения и им подтвердили случай минимум неделю назад. Понимаете? Потому что интервал между появлением первых симптомов, ухудшением состояния и смертью, даже если вам проводят там искусственную вентиляцию, все реанимационные мероприятия, это приблизительно 7 дней и 5 дней. То есть, то, кто идет сегодня в статистику, как умершие заболели как минимум 12-14 дней назад. То есть, если взять всех умерших за сегодня и соотнести к той цифре, которые были 12 дней назад, это может быть другая цифра. Есть хорошая новость, мы не знаем, сколько людей вообще заражены. Ученые, опять же, включают и считают, что та цифра, которая сегодня звучит, подтвержденных вирусов, можно умножать на 10. То есть, если считать количество смертей к общему числу заболевших, то эта цифра другая. И тогда мы говорим, сколько потенциально вирус может поразить население, 100 тысяч человек. Мы знаем, например, будем знать уже через неделю-два, сколько процентов будет тяжелых. Ну, скажем, 20%, 10%, 5% будет тяжелых. Из этих тяжелых, 50% будет нуждаться в искусственной вентиляции легких. Из тех, кто будет нуждаться в искусственной вентиляции легких, мы спасти сможем 50%. Я говорю вообще об этом, о коронавирусе. И вот тут, если говорить про Украину, здесь включается много-много вещей. Здесь мы можем вспомнить наш опыт со свиным гриппом в 2009 году, 2010 году, когда Украина сделала все наоборот, как, например, рекомендовала Всемирная Организация Здравоохранения. Например, ВОЗ говорит, если вы почувствовали себя там заболевшим, оставайтесь дома, никуда не идите, не ходите по больницам, не заражайте других людей. Если вы почувствовали тяжелые симптомы, обратитесь к врачу, возможно, вам нужно будет лечение, противовирусная терапия. А в Британии, если вы могли зайти на сайт, ответить на вопросы, был такой чек-лист вашего состояния. И если ваше состояние подпадало под тяжелое начало свиного гриппа, вам ассельтамивир привозили домой, чтобы изоляция была. Мы не можем всех инфицированных контактов изолировать в одном месте. Это невозможно. Например, противовирусные препараты были в продаже в аптеках и доставлялись пациентам. И в тяжелых случаях, когда люди принимали препарат, то не доходило до вот этих случаев пневмонии и вот этого тяжелого респираторного дистресс-синдрома. Там другой механизм, там не вирус поражает легкие, а вирус вызывает в организме мощную монологическую реакцию. И вот эти биологически активные вещества атакуют ваш организм, легкие не справляются со своей функцией. Таким образом, но это не развивалось никогда на первый, второй день. Это развивалось на четвертый, пятый, что, седьмой день. Все это было написано на сайте Всемирной организации здравоохранения. Но лечение нужно было начать в первые двое суток. Что делаем мы? Мы все это дело политизируем. И получить вот этот противовирусный препарат вы можете только в больнице под строгий учет, под запись, под подпись и так далее. Значит, все должны были приходить в больницу и только там получать противовирусную терапию. Понятное дело, когда первый день, два, три, вы себя, да, тяжело, все, но чего в больницу идти, я пью, ем, все остальное. А потом на пятый, что день становится, пятый, что день, седьмой становится хуже. Вы приезжаете в больницу, а уже лечения никакого, вообще нет. И что мы с вами имели в конечном итоге? Что было огромное скопление людей в больницах, даже перепрофилировали койки. А Всемирная организация здравоохранения говорит, старайтесь минимально концентрировать таких пациентов в больницах. Потому что если вы применяете противовирусный препарат внутри госпиталей, то очень быстро формируется устойчивость к препарату. Все сделали наоборот. Вот мне кажется, что выход в чем? Мы должны сейчас все, все медицинское сообщество, там и политики, ну, то есть представители государственных департаментов, то есть власти, я имею в виду исполнительные власти, да, нужно изучать вместе с экспертами каждое слово, кто что говорят международные эксперты, и примерять все на себя. Возможно, нас обойдет эта эпидемия, возможно, все не так плохо, потому что эксперты говорят, есть хорошая новость, что все случаи, которые были зарегистрированы по миру, кроме Китая, все чувствуют себя хорошо. Ну, их там 80 человек было на вчерашний день. И, естественно, мы не знаем, когда их будет 8 тысяч, мы не знаем, когда их будет 80 тысяч инфицировано, какие будут цифры. Поэтому сейчас, пока еще до Украины дело не дошло, мы должны сидеть и говорить, слушать, что специалисты, какие выдают рекомендации, примерять это на себя, смотреть, что мы можем сделать, чего мы не можем сделать, где нам нужны ресурсы, где нам нужна какая-то консультативная помощь международных экспертов. Конечно, нам нужно выявлять пациентов. Вот смотри, мы должны понимать, что все, кто приехал из Китая, группа риска, все, кто, возможно, контактирует с теми, кто приехал из Китая, группа риска, мы должны сориентировать, мы должны вести просветительскую работу и говорить, ребята, при малейших симптомах, при малейшем недомогании, вот, к примеру говоря, у меня недомогание, температура высокая, ой, это коронавирус, вы приходите ко мне, ну, к примеру говоря, конечно, или в больницу, а вам делают тест, у вас там парагрипп или грипп, слава богу, идите домой лечитесь, или там мы вас полечим в больницу. То есть нам нужно понимать, как мы выявляем случай коронавируса, что мы делаем потом, как мы работаем с контактами, кто будет работать с контактами, как мы будем работать с контактами, дальше, что мы делаем, если тяжелые случаи появляются, куда мы их везем, там у нас к каждой кровати кислород подведен, достаточно персонала в этой инфекционной несчастной больнице, чтобы медсестры работали с ног, не падали, если вдруг будет что-то подобное, как в госпиталях в Ухане. Я слышал, опять же, это в международных новостях, что правительство Китая командировало в Ухань 6 тысяч медицинских работ. Понимаете, то есть, вот учитывая эти цифры, то понятное дело, что не все так просто. Но, тем не менее, вот мы не знаем вообще точной информации, потому что первый случай был выявлен 8 декабря. Там внутри они, первый человек, по-моему, умер 15 декабря. И смотрите, сколько времени, вот буквально до 20 чисел января, мы ничего не знали, мир ничего не знал. А еще в середине января, 15 или 16, они арестовывали людей, которые рассказывали о эпидемической ситуации. То есть, они скрывали информацию. Понимаете? То, что сейчас Китай открыл информацию, то, что сейчас они говорят, и сотрудничают с Всемирной организацией здравоохранения, это вот последние 2-3 недели. Ситуация намного лучше, чем когда был SARS. Они там несколько месяцев скрывали информацию. Ну, опять же, тоталитарная страна, можно ли рассчитывать на то, что вся информация абсолютно достоверная, все цифры, которые нам показывают, достоверны? Мы не знаем. Здесь вся та же самая профилактика. Все то же самое, только нет вакцины и противовирусных препаратов. А так все то же самое. Мойте руки, не ходите в людные места, старайтесь там не вступать в какие-то близкие контакты. Помните, а не только в воздушно-капельном пути передачи, но и контактном пути передачи. Ну и так далее. Лечение пока что только поддерживающее. Высокая температура, снижаем температуру. Нужна инфузионная терапия, капельницы капаем. Нужна искусственная вентиляция легких, проводим искусственную вентиляцию легких. Ничего другого пока мы не можем. Прошла информация о том, что вроде бы как антиретровирусная терапия помогает, то есть от ВИЧ-средства, но многие опровергают эту информацию. Многие эксперты опровергают эту информацию. Если честно, давайте говорить не про Харьковскую область, уверен, что вся украинская система здравоохранения в принципе не готова к большим серьезным вызовам. Ну вот в принципе мы не готовы. И как система. У нас есть хорошие врачи, у нас есть прекрасные специалисты, все это понятно. Но как система, которая работает, отлажена, ну это проблема. И не потому, что нас устранили с инстанции. Мне страшно и нравится спекуляция о том, что вот у нас были с инстанции, было благо, а сейчас с инстанции нет. Типа из-за этого все беды. Ну это, честно говоря, чистая манипуляция сознанием людей, потому что, извините мне, 91-2 год вспышка дифтерии в Украине, с инстанцией было на каждом углу. Свиной грипп с инстанцией были, тем не менее Украина считается одной из самых пострадавших стран от свиного гриппа. Ну то есть дело не в с инстанции, дело в нашем невежестве, в уровне образования и в отсутствии четко слаженной системы, которая бы работала на единых протоколах и стандартах оказания помощи. Вот тогда бы это работало. Вы сейчас говорите о международных протоколах? О международных протоколах в том числе. То есть у нас есть определенные протоколы, их там несколько сотен, которые утверждены МОЗом, больше ничего не утверждено никем. Нам в среднем нужно для того, чтобы мы могли нормально работать, ну как в каждой стране прилично, где есть там страховые компании, ну нужно как минимум около трех тысяч по разным нозологиям, по разным ситуациям. Нет, мы не работаем. У нас нет такого. Это большая беда нашей страны, что у нас нет консенсусов в профессиональной среде по многим вопросам, как надо лечить те или иные болезни. Вот не может быть, чтобы у врачей, скажем, в хорошо слаженной системе были, например, сейчас разные мнения о том, как лечить, что такое коронавирус. Не то, что про него мало известно, но тем не менее, все, что сейчас нарабатывает мировое научное медицинское сообщество и практики, все складывается в копилку, все это обсуждается и вырабатываются общие такие тренды, общие взгляды и общие схемы, как поступать в тех или иных случаях. Продолжение следует...